Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. Давненько у нас не было рубрики с фишками из ПК-пабга, которых нет в мобильном пабге. А ведь почти за год, что не выходила рубрика, и их в игре накопилось на целые два выпуска. Видос будет крайне интересен и полезен тем, кто играет чисто в мобильной папке, ведь как правило через 3-6 месяцев всё, о чём тут рассказываем, попадает и в мобильную версию. Так что это, так сказать, рубрика со спойлерами. Но если вы ПК-игрок, который играет в папке нечасто, то как раз посмотрите, как далеко ушла игра. Короче говоря, ролик обещает быть очень интересным. Прошу вас с авансом поставить лайк, если что, идеи для экспериментов с новыми механиками пишите в комментариях. А мы начинаем выпуск. Предположим, такая популярная ситуация. То есть ты оказался просто в поле, и у тебя нет никаких естественных преград, да, чтобы до всего спрятаться и там как-то врагу отвечать. То есть есть там камни, но до них далеко, а тебя уже прямо сейчас накрывают. Что делать? Разрабы придумали решение. Берёшь такую палочку, кидаешь. Так, сигнальный огонь. Смотрим на небо, Артем. И ты твой аванс! Бабам! И всё. Подожди, а что с анимациями? По-моему, анимацию не допилили. По-моему, дым гораздо позже. Да, да. Есть такое, они немножко плюшевые. Но смотри, это типа вот, именно для этого есть эта граната. То есть вызываешь преграды дополнительные. Причём, мне кажется, это актуально в последних зонах, когда уже нет зачем, допустим, прятаться в полях. А ты так тык, типа, и всё, и у тебя есть за что, зачем ныкаться. Представляешь? Кайф, вообще здорово, прикольно. Так неожиданно. Прям бах, и всё, и спрятался. Да я сам офигел. Слушай, а этой штукой можно шваркнуть человечка? Ну, конечно, Артём, конечно. Мы проверять это сейчас не будем, но я тебя уверяю. Ну, в следующий раз проверим. Кто хочет, ребят, напишите, что будет, если покажем, как она шваркает человечков. Причём, кстати, тут ещё написано про неё. Написано, что его можно перевозить с помощью транспорта, а падающие части экстренных щита могут потушить пламя, вызванные коктейлем Молотова, и развеять дым от дымовых гранат. Ну, попробуем, как вот эти зубчики падающие разгоняют дым. Как это, собственно, выглядит. Мне прям интересно. Они прям в момент пропадают, или что, или как это вообще? Ну, мне кажется, это по физике просто они падают и своей инерцией, и своей волной воздушной, а не типа... Папки физик — это что-то несовместимое, как будто бы, поэтому очень интересно, как это чисто визуально работает. И чё, не разогнали? Слушай, брат, мне кажется, это просто недоработанное ещё. А, ну, смотри, они вокруг разгоняют. То есть есть, вот видишь, немножко кружок какой-то. Но это очень мало. Это очень мало. Странно. Я думал, он просто сдуется, и всё. Давай дадим время разработчикам это допилить. Во-первых, они падают, и звук потом очень большая задержка, и анимация очень большая задержка. Ладно, не ругаем. Окей, а как с моликом это работает? Ты хочешь потолкать её? Ну, я хочу, типа, вот даже попробовать вот эту, которая на ребре стоит. Ага. Попробовать её, типа, поставить на... Ого! Реально, смотри. А пробуй теперь ещё раз сдвинуть её. Подожди, я сейчас ещё раз пробую. Давай. А, то есть она прям толкается ещё, нифига себе. Подожди, а почему она издаёт, ну, типа, звуки и дым вот этот, как будто бы этот... Как будто она так упала. Ну, аж перемещается, типа. Бам! Ну, не с такой же... С дымой такой. Ну, мне кажется, что это недопилено, недопилено. Надо, да, надо дать шанс ребятам. Так. А третий... Пф, вообще не там упал что-то. Ну, и чё? Они вообще, что-то, все мимо разлетелись. Не, брат, это какая-то дичь. Дичь, когда думаешь? Да, мне кажется, нужно дать время ещё разработчикам подумать. Ну, короче, как там было написано, что, типа, он разгоняет и дымим, и молик, это всё не так, ребят. На самом деле, если есть эффект, он прям минимальный. На это рассчитывать прям точно не стоит. Смотри, ещё одна фишка. Это магнитная зона. Так. То есть, в чём прикол? В ней, короче, отключаются полностью любые машины. То есть, допустим, сейчас возьмём. Всё, она мне не едет. В натуре у меня не едет машина! Отключилась, да? У меня гличи по экрану, да, и машины всё перестало. Значит, смотри, зачитываю, что происходит. Перестают отображаться перекрестия прицелов. То есть, смотри, даже берём какую-нибудь снайперку, например, там, не знаю, АВМ, и, допустим, прицел Х-15. Так, тут перекрестие есть, кстати. Ладно, прицел Х-4. Вот, нет перекрестия. И, по идее, в коллиматорном тоже. И в голографическом тоже не должно быть ничего внутри, по идее. Да. Да, вот. Нету прицела. То есть, он его типа из строя выводит. Далее. Передатчики, башни синих чипов, рюкзаки, которые глушат зону, ничего не доступно. То есть, исключение единственное в этой зоне. Короче, и любая электроника, получается, не доступна, да? Да, то есть, все девайсы электрические, включая двигатели машин тоже. То есть, исключение это С-4, Шокер, АВД и Гранатозона. То есть, эти штуки работают. Вот, а все остальное нет. И они постоянно вот рандомно на карте появляются. Еще, кстати, тоже, смотри, опять есть. Все, машин заглохл опять. Я так рулем кручу, и все. Снова здравствуйте. Вот, голограф покажу. О, ребят, голограф без прицела. Вот такая вот тема. Естественно, тут дроны тоже, ничего такого нету. То есть, ничего не работает от слова совсем. То есть, вот, рюкзак-глушитель одеваешь, тоже ничего не работает. Подожди, я нашел костыль, а гудок-то в машине работает. Но это же не электрический предмет. У тебя в заглушенной машине тоже сигналит. Ну, так у тебя же электричество не работает целиком в машине. Так гудок, он не электрический. Сирена же, она не пневматическая, она электрическая. Не, ну да, кстати, если аккумулятор из строя вышел, то он, наверное, не будет сирена работать. Ну вот, получается, ушел. Косяк. Косячок был, да. Ай-яй-яй. И мы чисто случайно подобрались к еще одной обновке. Опа. Это у нас... Это кто такой? Китайский автомобиль Сазона. Подождите, ребята, это Хавал. Это Хавал. Брат. В 7Х. Это бланк. Бланк. Это бланк. Я всегда думал, что это тоже электричка, но оказалось, что нет. Это у нас что? Ну, выклоп отвратительный, ребята. Ну, это чисто такой вот реально китайский кроссовер. Ну, да-да-да-да-да. Чего по характеристикам у него? Бензиновый двигатель. Салончик такой приятненький. Реально такая чисто новая машинка. Это как вот сейчас танки делают, там, китайцы. Максимальная скорость 115 км в час, заявленная разработчиками. То есть и все. И больше ничего. И больше ничего. Мне вот чисто кажется, что он немножко выделяется, как будто из общей среды пампера. Конечно, нифига себе, конечно, очень сильно. Как будто школьник накатил мод какой-то. Это так выглядит. То есть я одет, мне больше нравится, когда вот в таких играх какие-то раздолбанные уазики, типа они намного эстетичнее смотрятся. И аутентичнее. Вкусно, он красивый. Он красивый. Он типа, ну реально, он ховал F7X. Вот прям ты все это фотки подонадёшь, ставишь. Да, G5 Pro Maxi. Да, они очень сильно прям похожи. Это прям молодцы. Здорово, здорово. В общем, такая вот клюшка. Еще одно такое новшество в ПК Пабге. Это боевой набор. То есть смотри, это получается у нас идет большая аптечка плюс шприц с адреналином. Ты вот его используешь. У тебя сразу шкала здоровья на максимум и буст на максимум. Оп, и все. Это комбо искусственный точка, короче, новая, да? Это коллаборация с Егором Кридом получается. Ты боевой набор с Егором Кридом. И все это можешь сразу и бегать, и стрелять, и так все быстро восполнено. Это вообще имба, я считаю. Короче, и лежит где угодно, да? Типа можно просто подобрать. Ну... И спокойно. Или как-то ее надо какими-то способами доставать. Он доступен только в магазине предметов. То есть вот как в мобайле есть магаз с предметами. Понял, понял. Так же и тут. Все, да. То есть на карте ты его не найдешь. Короче, за бабки надо брать его. Понял. Да, за деньги, да, короче, как всегда. Значит, такая механика, которая тоже нет в мобайле. Нажми М. Слева показаны списки испытаний. Да, я вот сначала, я как зашли только обратил внимание. По-моему, раньше не было такого. Да, допустим, использовать одну эмоцию. То есть я, допустим, использую эмоцию. Испытание пройдено. И мне отдается вертикальное цевьё в награду за это. Прикинь. И так вот... Подождите. У тебя так что, стоп, какие есть? Что там? Как бы у меня задание управлять транспортом 500 метров. Поднять один коктейль Молотова. Выбить 10 окон. Убить одного противника метательным оружием. И пятое задание у меня... О, у меня такая же тема, да. Только у меня четвёртым заданием это идёт. Ну вот, оно мне тоже четвёртым заданием вот это вот. Ну вот, не знаю, ребят, напишите, как вы думаете. Вот надо ли такое в мобайл? Типа, не добавляет это дисбаланс какой-то, что тебе дают лут просто за то, что ты играешь, по сути. И какие-то темки выполняешь в игре. Мне кажется, прикольная всё равно механика. Ну да. Да. Ну я бы хотел бы такую в мобайле штуку. Ну, хотя в мобайле и так, в принципе, ну дофига ништяков всяких разных. Ну да. Но как бы хотелось бы, почему бы и нет. Кловдьюти такой есть уже давно. А почему бы и нет? О! Есть? Есть. А! Какой ты кин! Смотри. Подожди, стой, стой, стой. Подожди. Видал? Ну просто с розовыми цветочками, да? Да. Под полянку, под какую-то. Вот, ребят, ещё одна новая фишка. Это маскалат с цветочками специально для этой карты сделаны. То есть здесь, видишь, такие цветы везде растут розовые. Ага. И ты можешь вот как Кент тупо тут вот так вот сейчас куда-нибудь упасть. Вот пролысину вот так. Оп. И всё. И зацвёл. Да, прям вообще не видно на самом деле. Как глумба. Минимальное отличие, просто минимальное отличие. Если бы я не знал, что здесь лежишь, я бы тебя реально бы не заметил, что ты здесь киснешь. Так что вот так вот, ребят, такая вот фишечка с цветочками. Мило. Значит, у нас в паблике теперь есть электрошокер. Как тебе такая шляпа? Неплохо, так. Это как в CSGO, короче. Как в CSGO. Так вот мне интересно, он что делает тут? Он как в CSGO убивает тебя сразу или это какая-то парализующая тема? Ну давай, ашваркни. У тебя хп фоловый? Да, полностью. Давай. Ой! А я не могу, ходить не могу. А хп отнимается? Нет, хп не отнимается, ходить не могу. И всё, да? И всё, ещё раз стрельня есть. А ну-ка беги на меня. И всё, останавливаюсь. Ну руками могу махать. Руками машу, а ходить не могу. Прикольно, а как далеко он вообще стреляет? Стои вот там на месте. Ого! Ни хрена себе расстояние. И давай подальше. Типа вот так. Нет. Всё, нет. Во, а так ловят. Офигеть. Ну а в конце выпуска хотелось бы рассказать и показать про ценные фишки новой карты, на которой мы этот выпуск и снимали. Смотри, значит, такая вот отличительная черта этой карты. Тут есть эскалаторы. Ни фига. Прикинь. Слушай, смотри, вперёд сюда едет. Да, да, да. Типа и всё. Ну это вообще, это полностью для ленивых. И поехал. То есть реально, ты пока едешь в игре, тут кушаешь суп, сидишь, типа, рассматриваешь вон домики красивые. Блин, здорово, молодцы. Это вот они как новшество, типа. А смотри, а ты попробуй прибежать. Ты смотри, ты бежишь, и у тебя, смотри, на кого скорость ты разговариваешься. Но это как в реале, да, типа ты пустишься на нём. Блин, он тут по всему городу растянут. Да, да, да. Так прикинь, как это вот в плане механики, типа. Подожди, а если против шерсти? Нет, против шерсти тоже бежит. Мне вот интересно, как-то в прицеле выглядит, то есть со стороны врага. Насколько быстро ты бежишь? Так, давай. Поехали. Не, он такой вот такой спидхак, знаешь, скачал, типа, и вать тебе бежишь быстро. Ну вот. Умотал. Да, интересно. Ещё одна фишка, помимо эскалаторов на этой карте, тут водится рыба в пруду. Да ладно? Да. Прикинь. Не может быть. А я тебе говорю. Только не шуми сейчас, подожди. Я реально не приказываюсь. Пугнёшь, да? Да, вспугнёшь. Она реально шугается. Что вымерла рыба, походу. Походу, заглушили уже. О! Где, где, где? Вон наплывёт. Да, натуре, вон они. Обалдеть, давай удочку нам. Сейчас по-крым нормально. А так, сись, шугается, прикинь. Они пугаются, они пугаются тебя, смотри. Притом я даже, типа, не шумлю. Обалдеть. Прикинь. Вон он, да, карпик. Ну их видно, вот я под водой плыву, они вот, они разноцветные, все слева направо. Вот так вот, ребята, живность в пабге. Паберись! К тебе плывут. Они ко мне под... Они вот, они вокруг меня, красная, жёлтая, смотри. Да, кстати, вот они плавают прям. Что, снимаем, что будет, если поймать рыбу? В натуре. Но они шугаются, их надо приручать, надо это прикорм. Прикорм надо, да. Ой, прям щас рядышком, чуть не укусил её. Ещё одна достопримечательность данной карты, это вот такой вот бамбуковый лес. Сариковой в кахте. Непроходимый такой прям. Ну да, это прям сложно здесь ориентироваться. Знаешь, в чём главная фишка этого? Можно ломать его. О, да. Ну, улететь, вашу мать, ребята, это жесть. Бам-бам-бам. То есть можно весь этот лес пылесосить прям. Да, и продать его в Китай можно на дрова, прикинь. Вообще, офигеть. Бам-бам-бам. Давайте, мы поступим так. Если хотите, мы заморочимся. Что будет, если вырубим его? Мы спылесосим весь этот бамбукный лес и просто посмотрим, что будет. Хорошая идея, кстати. Тут ещё можно, короче, его просто вот ручным оружием рубить. Вот топором, допустим. Бац. Ну, это справедливо, да. Бац. Бац. И всё. И самое прикольное, можно взрывами тоже. Сейчас я вот СИ-4 сюда закинул. Ну, короче, любой враждующей силой можно делать. Да. Да, да, абсолютно. Бам! Бля, как это эпично выглядит. Е-е-е, смотри, как они попадали в разные стороны. Да, да, они прям по кругу этот, по радиусу взрыва. И всё, и опушка получилась. И всё. И вот пустота получается. И всё. Так что давайте, ребят, пишите в комменты, если хотите, мы вырубим его целиком. Вот такой получился ролик. Обязательно напишите, какие из механиков хотели бы видеть в мобайле, а какие нет. И желательно аргументируйте почему. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Илья Иклисенекс и Артём Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.